В этот прекрасный солнечный субботний день мы выехали уже по делам. Сейчас мы едем помыть машинку, потому что она уже очень грязная. А потом... А потом заедем в Акрополис, в Максимум, и скупимся на неделю. Я уже написала список, такое сильное солнце. Я уже написала список того, что нам нужно приобрести. И всё это нам нужно успеть. И помимо этого у нас ещё есть дополнительные дела, которые нам нужно успеть до 7 часов вечера. Даже до 6, наверное. Потому что мы хотим поехать на открытие ёлки на площадь. Я там ни разу не была, потому что я здесь новенькая. И Саша хоть уже 2 года в Вильнюсе, но тоже ни разу не был. Так что очень интересно, как там всё проходит, сколько народу будет. Я подозреваю, что очень много, но всё равно очень интересно, потому что в Киеве мы, конечно же, были на такой ёлочке, на открытии были. И смотрели какие-то там ярмарки. А здесь как-то, может, что-то новенькое будет. Ну вот, мы опять приехали на этот аттракцион ужасов. Мне всегда страшно, что окна окажутся незакрытыми и это всё попадёт внутрь салона. Поэтому я, в принципе, так и волнуюсь постоянно. Но вроде как мы всегда всё проверяем, но всё закрыто. Так что волноваться, в принципе, причин нет. Здесь очень интересно. Всё жёлтенькое такое, красное. Коль. Итак, мы уже вышли с автобуса, решили поехать на автобусе, потому что, как поняли, людей будет много и машину поставить негде. Поэтому идём пешком. Но, тем не менее, в автобусе было уйма народу. И мы на нашей остановке, которая ближе к середине, наверное, еле влезли просто. И все вышли на остановке, где центр, так что... То есть, на кафедральной площади там, наверное, вообще негде протолкнуться. Но мы сейчас увидим. Уже минут двадцать, ждём или сквозь. Одиннадцать. И до сих пор не включили. Народу полно. Пять, четыре, тридцать, два, пять. Пять, четыре, тридцать, два, пять. Пять, четыре, тридцать, два, пять. Пять, четыре, тридцать, три, тридцать, три, тридцать, два, пять. Сегодня 2 декабря, пару дней назад мы ходили на ёлку, и после этого я чуть-чуть приболела, и сейчас активно лечусь чаями, греюсь, и сегодня к нам в гости приезжает мой брат, и я сейчас думаю, какая развлекательная программа будет, куда его сводить, так что посмотрим, куда мы пойдём. Итак, друзья, случилась ещё одна неприятная новость с Opel, я тут вышел, у нас ноль, на улице завёл машинку, поехали мы ещё раз на туннельную мойку, получается, и такой вот, здесь, короче, всё мокрое было, всё мокрое, я думаю, ну блин, капец, всё, машине что-то там протекает, всё. Почитал, посмотрел видео, оказалось, что просто забиты дренажи, сейчас попробую их найти, они должны быть здесь сразу прочистить, потому что я уже смотрел там два дня назад, ну мы два дня никуда не ездили, два дня назад смотрел, да, там песка, конечно, уйма, и оно просто, вода не сливалась, а через воздушный фильтр сразу в салон, я такой, ёпт моё. И сегодня пришло сообщение, пришёл новый выпускной коллектор на машину, вместе с прокладкой, стоимость всего удовольствия где-то там 220 евро. Поеду забирать, не знаю, сегодня или может на неделе, потому что сегодня к жене приезжает её брат, мы едем его встречать, и тоже будем показывать Вильнюс, гулять по городу, и, конечно же, покажем вам на этот раз. Надеюсь, наконец-то на этот раз я нормально смогу показать вам Вильнюс и его окрестности. Пока мы стоим на парковке, начался вот такой снежок. Передавали, что сегодня целый день будет идти снег, снег, а температура около нуля будет. Зима пришла, пришла зима. А ты не рад? Город, снег. Ещё бы в снежке не можно было поиграть. Ну так это потом выпадет побольше. Хотя потом он чуть-чуть поднадоедает. Мы стоим на парковке Ики, потому что ждём, когда приземлится самолёт, на котором летит мой брат. И ситуация очень неоднозначная, потому что рейс задержали, вылет сам задержали на 30 минут. И в гугл показывают, что прилёт на 30 минут позже, а в Вильнюсском аэропорту статус самолёта, что уже приземлился. И даже раньше, чем было запланировано. Франтастика. Да, и мы сидим, просто не понимаем, кому верить. Ну, в принципе, мне кажется, гугл просто как-то переплюсовал задержку и выдаёт сейчас время с задержкой. А почему тогда аэропорт уже обновил? Вообще непонятно. И мы сейчас сидим, ждём. Может, там он подключится к интернету, высветится онлайн. Но вообще очень странно. Редактор субтитров А.Семкин